здравствуйте друзья 30 декабря 10 часов утра чуть больше еду я в аэропорт сан-франциско потому что у нас там встреча мы встречаем женщину наталью с дочерью наталья живет уже несколько лет в нью-йорке но она расскажет я надеюсь и вот приезжает она видимо к нам учиться я я так подозреваю потому что точно точно не знаю но по моему так вот еду я в аэропорт и думаю вот у нас такой хороший добрый новогодний репортаж если бы она приехала вообще из-за границы откуда-то то это был бы такой репортаж о об иммиграции такой новогодний иммиграционный репортаж но поскольку она уже в нью-йорке то это будет такой репортаж новогодний о том что человек меняет свою жизнь и что такое в этой жизни должно произойти произойдет все это на ваших глазах в течение буквально нескольких месяцев как у нас тут водится все не недолго вот но надо стараться так само по себе не происходит и вот поговорим с натальей она мне скинула ссылку на свою страничку в фейсбуке ну я пошел посмотреть так вы знаете когда встречаешь человека хорошо видеть лицо чтобы там не пропустить и смотрю там обложка фотография была с обложки книги книгу написала какая-то женщина с индийским именем о том что наша наталья какая-то очень супер дюпер наталья не просто так поэтому я думаю вот мы заодно ее поспрашиваем что случилось такое почему они книжку написали то есть видимо эта женщина непростая друзья и вот все это у нас впереди и все это будет под новый год и в общем то вот ждем а у нас я повторяю 30 декабря утро ну как бы вообще прохладно давайте я вам покажу светлый образ вот я в такой курточке я думал что с утра такое надеть мне жена гид один вот такая начала тоненькая совершенно ковтулька такая тоненькая но теплая на пуху так что вот видите я утепленный и вот таком виде еду встречать наталью и ее дочь до приезда наталья еще 15 минут прилета самолета я немножко раньше и пойду возьму копейку хочу не взять копейку как поется в мурке вот в той мурке которую мы когда-то пели молодые воли от чего не выпить бедному еврею если у него нет срочных дел и тут идет посадка вот тут выходят люди и здесь видит наташа с дочерью мы встречаем там вот люди сидят на креслицах видите тоже наверное так встречают но более удобном положении чем я вот а я хочу стоять тут чтобы издалека наталья могла меня увидеть это важно друзья издалека увидеть что тебя ждут наталья докладывайте обстановку обстановка до прошла именно с чего начать ну начните вообще как давно в нью-йорке вы в нью-йорке полтора года так вместе с дочерью ну и чем занимались в нью-йорке полтора года по приезду устроилась не по профилю в ресторан а что за профиль у вас я администратор баз данных думаю что образование какое-то по базам данных 20 лишних лет в этой сфере так что за базы вы администрировали спасмопод так вы красотскую хорошо какой у вас дальнейший путь жизненный дело в том что ваше видео я наблюдала наверное лет пять-шесть назад ой да ну посмотрела заходила к вам youtube не постоянно периодически и у меня такие мысли в голове вертелись я не попаду в сша но я не я понимала что я не попаду и по истечении многого количества времени так складываются обстоятельства что мы здесь так я если мы не раскрываем фиксируем факт вы где жили раньше это барнаул в общем все знают барнаул все знают об этом под барнаулом где-то но место назвать можно как горнолтайска хорошо большой город то нет очень маленький ну сколько там то есть все друг друга знают по сути вот друзья кто из горнолтайска ставим лайк сразу так хорошо барнаул замечательно там моя семья моя мама семья там эвакуации ну что же хорошо получается так что приземляясь в нью-йорке естественно мысль меня не покидает попасть сюда к михаил я понимаю что мне надо заработать денег сначала для начала так чем зарабатывали в ресторане ну там зарабатывают нормально так скажем можно больше но есть такие обстоятельства что больше не платят понимаю так не будем да не будет но вы на кухне или там с людьми я на кухне именно я холодной запуска понял то есть не то что вы там выходите они там дробят ущипнуть нет 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 то есть вас никто не ущипал хорошо ладно а девчонки жалуются щипают хорошо так то есть ночного бара не было нет там каблучки и чулочки нет ажурные хорошо ладно то есть вы как бы так сказать вот зашли в америку мужской парадного крыльца так хорошо как вы где собираетесь потом работать я еще раз повторюсь меня не покидает мысль закончить школу михаила иметь красивое резюме который я буду о резюме него раскидывать со страшной силы какой территориальной области знаете я не прицелилась какой-то области я считаю где выстрелит то что меня устроит я туда и поеду а если бы вот был выбор сказали бы езжай вот куда хочешь туда езжай я бы осталась там где тепло там где тепло хорошо вы свободная девушка нет замужем но как бы он не с вами сейчас сейчас не с нами так обстоятельствами что он там мы стараемся прилагаем к этому все усилия хорошо хорошо ладно а то дать бывает там сразу как телефончик там телефончик не дает хорошо но куда мы едем вы уже знаете где вы живете да я адрес я зафиксировала я на рынке сняла жилье пока на неделю то есть за эту неделю у меня в планах приобрести машину как можно быстрее искать жилье уже конкретная постоянная и ребенка в школу направлять пока каникулы детей ребенок какой класс пойдет 10 уже большая ну хорошо учиться да она очень хорошо учиться кушает хорошо кушает этого не отнять не приходится заставлять не за маму самостоятельный ребенок меня целый день не было дома с утра до позднего вечера как ребенок относится к вашему переезду она очень положительно со всей душой она мне уже давно звала поехали-поехали поехали-поехали ну что же хорошо то есть вы приехали в какую-то группу конкретное расписание как это вечерний вечерний работать куда мне надо на работу еще устраиваться обязательно хорошо ну что же ладно тогда ждем чемодан у нас пошла уже лента транспортера мы с вами у иммигрантовоза или как некоторые меня поправляют газета иммигрантомобиль потому что людей возит ну что наталья нас слушайте процесс нажимаю кнопку на иммигрантовозе кнопку которая закрывает крышку эта крышка символически она закрывает путь искать прошлую жизнь и открывает дорогу в новую поэтому это такой эзотерический момент это как этот момент силы такой энергетический поэтому люди которые в этот момент ставят лайк они себе в карму записывают положительные очки они дают вам такую вот как бы сказать напутственную такую вот грамоту и с этим вот мы и движемся вперед значит поэтому вы будете сейчас в одиночку все девочка дочь она стесняется маленькая девочка она стесняется 16 16 лет да значит а мама вот сама будет вы не стесняетесь нет все мама не стесняется а что и стесняться на база данных администрировал когда став через такое прошло в госком статье где вы росстат друзья кто из росстата ставит два лайка значит давайте вы движетесь . нажимаете кнопку а все остальные ликуют давайте ира до это ликуем ликуем всех друзья закрыл закрылась дорога в прошлое открывается путь в настоящее в будущее счастливо